Да, передаю слово руководителю молодежного отдела Московско-городской епархии, руководителю движения православного добровольца Михаила Геннадьевича Куксова. Михаил Геннадьевич, пожалуйста. Обязательно субтитры? Ну, какой-то. Ребята, всем привет! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Но, слава Богу, мы с вами большинством знакомы. Вот. Уже, получается, целый месяц обучение посвящено работе и жизни, информационной жизни в православной молодежной среде и, в частности, на ваших приходах. Честно сказать, мне сегодня, общаясь с вами, хотелось бы понять, что вы из этого вынесли и что за этот месяц изменилось в вашей информационной работе и в вашей информационной жизни. Если такое есть. Вот. Хотел бы вначале озвучить те, может быть, проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, с которыми вы знакомы и которые вам, скорее всего, до меня, может быть, уже озвучивали не раз. Одна из основных проблем социальных сетей, которую мы видим, да, что это общая доступность. Общая доступность всем, начиная там лет с 10 и заканчивая уже людей далеко в зрелом возрасте. И проблема эта в большинстве случаев, конечно, касается людей, там, ну, период, получается, самых маленьких и лет до 17. Это тот период, когда, ну, даже, наверное, еще часть студенческого возраста, тот период, когда происходит человеческое становление. Но когда человек как губка впитывает все, что вокруг, когда поколение даже, ну, не знаю, до социальных сетей учились в школе, и они всю информацию черпали в основном там. Черпали там, черпали дома, черпали ее на улице. Но на улице все равно было не так много. На сегодняшний день получается так, что молодой человек, он полностью предоставлен сам себе. У него перед ним колоссальный выбор, и решение, что правильно, что неправильно, принимает он сам. А все мы с вами прекрасно понимаем, что 13, 14, 15, да и 16 лет, да бывает старше, человек еще не сформированный. Сегодняшнее общество, оно не дает какого-то, не дает какого-то правильного воспитания, оно не дает какой-то определенной защиты человеку, оно не ставит, не выставляет ему правильных рамок, и поэтому попадая часто в большинстве случаев в тех же социальных сетях, как какое-то болото, в принципе, люди старшего поколения понимают, что он беззащитен. Но на тот период молодой человек, девушка, кто угодно, именно вот этот возраст, они думают, что они делают правильный выбор. Вы со мной согласны? Да. Получается, человек, выходя в социальные сети, он ищет то, что ему интересно. Все мы знаем, какое количество времени там проводят люди. Ну, часами, в принципе, просто часами. И так складывается, что вот эти часы, логически, они должны быть направлены на то, чтобы он формировал себя, формировал свою базу интеллектуальную, я не знаю, там, формировал, скажем, физическую свою базу, ну, грубо говоря, занимался спорт. Но люди этого поколения, они много времени проводят там, а в большинстве случаев так получается, что они оттуда вообще ничего не выносят. И осознание этого, оно приходит уже далеко за 20 лет, в принципе. Когда ты частично живешь светской жизнью, правильно? На самом деле, я, ну, про себя, может, честно хочу сказать, я думаю, что многие из вас со мной согласятся. Да, в принципе, неохота вообще ходить в социальные сети туда и что-то там делать. Живешь какой-то своей свободной жизнью, и все. Но так сложилось, я, наверное, повторюсь свое выражение, которое я не раз уже говорил, что там, где присутствуют эти люди, там, где присутствуют молодые люди, там, где есть востребованность в нас, мы должны быть там. Ну, грубо говоря, как на шамбон, да, то есть это выражение я уже не раз повторял. Вот, и на сегодняшний день, вернусь к тому, что складывается так, что молодые люди, большая часть молодых людей, ну, я вообще не знаю, есть ли среди там школьников, студентов, может быть, один процент те, которые не зарегистрированы в социальных сетях. И те люди, опять же, молодого возраста, социальные сети, те, которые у них контролируются. Где-то старший брат, я не знаю, где-то мама, или где-то в идеале у человека вообще есть свой внутренний стержень. Ну, это редкий случай, проконтролировать это невозможно. И получается, социальные сети, на самом деле, поглощают колоссальную часть нашего времени, которая, в принципе, уходит в пустую вообще, просто в пустую. Но сами перед сном, там, или днем, вечером иногда замечаешь, там просидишь, смотришь время, полчаса, смотришь час, смотришь другой, а, в принципе, что у тебя в голове осталось, что я ничего. Ты входишь в чужую жизнь и живешь ей. Смотришь, как кто меняет свои фотографии, как кто-то в жизни чего-то достигает, как где-то развивается, кто-то какие-то проекты интересные, кто-то прическу сменил, кто-то съездил куда-то. А, в принципе, после этого что в голове? Ничего. Но это его жизнь. Он как-то развивается, а ты просто тупо губишь свое время. Ну, в принципе, так и есть. И все мы это понимаем. Но как нам с вами сделать так, чтобы наш контент, тот, который... Ну, в принципе, наверное, спрошу вас. Для чего вы на приходах или свои личные страницы ведете? Вот кто скажет, для чего на приходах вы работаете в социальных сетях? Ну, скажите, кто-нибудь. Какая цель? Куда? Как вы хотите привлечь, чтобы им это было интересно? Но уже прошел целый месяц обучения у вас, как вот беседы с интересными, умными людьми, которые этим занимаются. Вот скажите, из присутствующих, вот, кто на приходе отвечает за информационную жизнь? Ну, давайте не пойдем далеко говорить. Какая цель на приходе ваших социальных сетей? Под каким лозунгом, грубо говоря, идет вот ваша работа на приходе? Ну, честно говоря, я пока цель, пока еще формирую для себя, что я понял, не знаю, за это время. Ну, скажи, что ты понял за это время. Ну, что мы хотим привлекать в нашу молодежную среду новых людей, и воцерковленных, и не воцерковленных. Мы хотим, чтобы те воцерковленные люди, которые приходят на нашу страницу в ВК, им было интересно то, что мы там публикуем, чтобы нам лично самим было интересно читать это. Мы хотим, чтобы они там были, они знали, они читали все это, и были в курсе наших мероприятий. Чтобы они приходили к нам. Ну, то есть, вот так я скажу. Мы хотим, чтобы эта виртуальная реальность помогала нам привлекать людей в нашу реальность. Вот так. Ну, для того, чтобы нам привлекать их в нашу реальность, у нас реально должна быть реальность. Вот, как бы эти вещи, они абсолютно взаимосвязаны. А если у нас на приходе нет реальности, тогда что мы можем делать в социальных сетях? Мы же можем там что-то делать в любом случае? Да, не себя не остановлюсь. Вот, вот у нас получается, вот, ну, я не слушал, честно скажу, что предыдущие вам люди рассказывали, а их было очень много за это время. Я говорю, может быть, из-за какой-то, из какой-то своей небольшой практики, и так как я все время, ну, скажем, работаю в нашей информационной службе, мы переплетена, и мы как бы все равно, я в курсе всех деталей, как что происходит. Вот я сам как вижу, да, если у нас нету какого-то определенного контента, мы наблюдаем в наших же православных социальных сетях, где люди вообще публикуют что-то интересное, по крайней мере, хотя бы мотивирующее. Да, но, к сожалению, вот еще есть одна проблема, ребят, с которой мы в церкви сталкиваемся. Есть общественные организации, добровольческие движения, там, патриотические, какие угодно, где прибывают люди, которые заинтересованы в том, что они делают. Есть здесь представители общественных организаций? Я. Так, тебя мы знаем. Вы, какая у вас организация? Я считаю несколько, в Совете молодых ученых города Королево. Нет, вот скажите, вот та организация, где вот вы чувствуете, ну, какую-то определенную ответственность, и где вот, не знаю, вы занимаете какое-то место, и там, как сказать, где вы работаете, может быть, я не знаю, даже как доброволец, и где у вас есть желание что-то менять, что-то делать. Да, вот. Вот, к сожалению, складывается так, что официальные наши церковные структуры, ну, пусть это будет приход, и на нем ответственные. А рядом находится общественная организация, где люди официально никуда, можно сказать, не относятся. Вот у них есть, там у них есть название, они трудятся и делают. Ну, вот Денис, например, да. Вот так складывается, что КПД, вот в этой общественной организации, у которых нет ни помещения, нет никого там на зарплате, нет у батюшки, да, нет никого, оно в разы выше, чем у тех, кто на приходе. Вот почему? Потому что ты у детей не понимаешь, сами в себе не очень уверены, так правильно. Нет, там же люди так же занимаются, и они туда приходят, и у них тоже, у них тоже нету, там, не знаю, опыта чего-то, но есть желание. Вот почему так складывается, что наши приходы, в принципе, ответственные приходы, КПД у них пониже, чем у тех людей, вот, которые, ну, не знаю, около приходской жизни какой-то занимаются. Ну, просто хочу сказать, лично у меня до этих курсов, в принципе, складывались такое мнение о соцсетях и о нашей группе ВК, что это, в принципе, не очень, ну, необходимо, ну, не было такого понятия, насколько это важно, скажем. У многих наших активов, из нашей молодежи, у них такое же впечатление до сих пор о социальных сетях, что это не особо важно, в принципе. Давайте, ребят, уйдем тогда от этой темы, есть другая простая тема. На самом деле, вот, именно Костя, поскольку, именно после школы и месяца, я вот его не вижу за колонной, но после школы и месяца того, как он проводит здесь, я вижу, как активизировалась сеть, Костя постарает плохерну. Я понял, да. Вот, да, и я вижу, как активизировалась у них социальная сеть, и, как бы, что, действительно, совершенно по-другому стало, и какое-то общение. Хорошо, Максим, вы похвалите еще, да, через полчаса буквально. Костя, ребят, вот, есть простая тема, которая, ну, вот, после которой месяца не прошло, да. Я, наверное, уже об этом говорил, думаю, что многие из вас об этом слышали. Церковь, это одна, ну, если просто назовем ее общественной организацией, в стране она самая большая. Да, как, вот, там подшучивают мои товарищи, что в нашей стране зарегистрировано больше только почтовых отделений, чем приходов. Вы знаете все это, да. Но для того, чтобы нам что-то сделать, для того, чтобы у нас получился результат какой-то, ну, не срабатывает даже, ну, там, распоряжение от главы церкви. Не срабатывает. Есть, вот, ну, вернемся, там, отмотаем, там, года три назад, да, когда там прям обильные были нападки на церковь. Что у нас происходит? Мы пассивны, в принципе, вообще все. Вот представьте себе Москву, больше четырехсот приходов, и кто-то где-то что-то говорит на церковь. Согласны вы с этим или не согласны, но мы понимаем, да, что есть церковь. И как относятся к главе нашей церкви, в принципе, так и относятся к церкви, это в большинстве случаев. Даже если люди эти верующие, они или не верующие. Так ведь, правильно? Согласны с этим? Вот, когда что-то у нас происходит, мы очень сильно, к сожалению, разобщены. И вот, честно скажу, вот, как бы все наше обучение, ну, и задача наших информационных сотрудников, и меня в том числе, чтобы мы как-то немножко объединились. Понятно, что складывается так, что на негатив люди идут лучше. Вот господин Навальный взял, пустил ролики в социальных сетях, публикует, специально делает. Говорят, что реально его сетка, которая работает, там менее 50 человек, где идет рассылка, и они дальше мощно срабатывают, каждый на всех. Знаете, как цепная реакция? У одного 20, у тех 20 еще по 20, и они вот быстро все это расселяют. В стране коррупция есть, безусловно, здесь спорить нельзя, но мы понимаем, к сожалению, что у этого товарища, ну, у него совершенно другая цель. Потому что одно дело, если попытаться в стране правду какую-то найти, ну, не найдешь ее через митинги, все это знают. А эта вещь, она просто, к сожалению, разделяет общество, ну, и раскачивает посудину нашу, которая и так, к сожалению, идет нестабильно. А мы, вот, ну, к сожалению, мы пассивные. Я сейчас еще расскажу вам такой случай. Я, буквально, ну, месяца два назад, наверное, был на приеме Александра Беглова. Спасибо ему большое, он делил мне много времени, и мы с ним просто разговаривали. И разговор у нас был о наших сектантах, товарищах. Вот насколько они активны. Их ведь на самом деле на нашей территории мало. Ну, может, не так мало, но насколько они активны. Это такое чувство, знаете, как какой-то такой десант, засланный на нашу территорию. Все из них обязательно занимаются там информационной жизнью, показывают. Обязательно в школу входят там в родительские комитеты, в детские сады входят, там в дом управления, везде, где только можно. Они входят и ведут активный образ жизни. Не знаю, как-то, может, это исторически так сложилось, что мы живем на своей территории, и мы думаем, что мы дома, и мы считаем, что там, где мы живем, самое главное вера – это православное, и все хорошо. Но на самом деле, если честно сказать, это не так. И как бы эта картинка, она налицо. Вы согласны. Что у нас в стране сейчас, в принципе, логически, как бы, ну, заново надо миссионерствовать. Только, может быть, это происходит даже сложнее, чем было там тысячу лет назад. Потому что очень много противодействия идет со стороны. К сожалению, мало кто заинтересован в том, чтобы, ну, грубо, да, скажем, отойдем в сторону от какого-то религиозного фактора, чтобы страна была едина. Ну, мало кто заинтересован извне в этом. Поэтому здесь, конечно, будет много препонов каких-то определенных. Но это если мы берем какие-то глобальные проекты. А наши с вами проекты в большинстве случаев заключаются, ну, в границах нашей общины для начала. Вот. Ребят, я еще раз прошу вас. Скажите, пожалуйста, вот за этот месяц, вот кто реально почувствовал, что он стал смотреть по-другому на информационную жизнь? Что он что-то изменил, ну, не знаю, со своих социальных сетях приходой? Или у него созрел какой-нибудь проект в голове? Вот есть такие люди здесь присутствующие? Вот давайте сначала вот вас. Вот что у вас изменилось и что вы хотите делать дальше? Смотрите, все просто. Очень приятно. Михаил. У нас цель создать сайт. И я об этом не знал ничего. И сейчас вот задавал вопросы о том, ну, как наполнять сайт контентом. И вот здесь я узнал, что нужно рассказывать о себе подробно. Вот к прошлому вопросу, если вернусь, да, что вы делаете? Да, вот у нас цель рассказывать о своей жизни. Рассказать о том, кто мы, что мы делаем, что с нами происходит для того, чтобы, если к кому-то мы обращаемся за помощью, да, и к кому-то мы рассказываем о себе, мы показываем на сайте, и оттуда узнают о нас в большом. Ну, вот опять же мы говорим про сайт, и я думаю, что там Максим еще, может, к этому позже вернется. О том, что, к сожалению, так складывается, что сайт это, в большинстве случаев в наше время на сайт люди попадают, опять же, через социальные сети, да, и сайт это, ну, он должен быть настолько интересный, чтобы туда ходить. Или вы там, чтобы люди к вам попали, там должны где-то зарегистрироваться. Ну, вот какие-то такие вещи должны быть важны, что их что-то должно побудить туда пойти. Ну, опять же, это вопрос Максима дальше будет. Следующее. Кто у нас, что-то еще в жизни у него изменилось? Дальше руки поднимались, кажется. Нет? Мы очень много дали интеллекту, потому что появилось понимание, что надо, вот нам рассказывали, что надо брать то событие, которое сейчас в мире, оно на пике, и первыми реагировать на него, как бы, с позиции церкви именно. Не просто, как бы, отреагировать, но еще и как-то вот показать, ну, и показать православие с лучшей стороны, и показать, что у православия молодежное лицо, то, что каждый может, как бы, прийти к нам, и, как бы, и, что это не страшно, возможно, кто-то боится. Возможно, кто-то чего-то не знает, что надо какие-то вещи, ну, объяснять, показывать, рассказывать, показывать. Ну, быть более активным. Ну, вот, простой пример, вот, последняя катастрофа, которая случилась, вот, в Петербурге, да, вот, то есть мы быстро вместе сориентировались, ослужили какой-то литью, это все равно было показательно для окружающих, что православные люди, как бы, они к этому неравнодушны, да, там, какие-то моменты у храма, спасители мы делали. Вот, ребят, в принципе, честно скажу, у меня вот такое предложение, я думаю, что мы его как-то доработаем более глубоко и детально, но, как факт, как вы относитесь к тому, чтобы мы вместе с вами, вот все, да, мы можем сделать какую-то определенную рассылку, да, можем сделать какую-то на время, там, беседу, да, те, кто вступит, что у нас есть какие-то супер важные вещи, да, которые мы должны транслировать для окружающей среды. Что-то происходит в мире, да, и люди говорят, церковь молчит, да, такое бывает регулярно. В принципе, вот, я приходил, когда говорил отец Александр Волков, мы понимаем, что то, что мы говорим, это должно идти в рамках священного писания, должно, ну, идти в рамках основы сенсорной концепции русской православной церкви, но, если честно сказать, то большинство людей, те, которые молодежные сотрудники на приходах, да, и духовенство, ну, они молчат об этом до тех пор, пока не скажет основной, там, спикер церкви, да, там, не скажет, там, Легоида, там, ну, естественно, Святейший, там, или не скажет Волков, там, Владык Ларион, тут еще молчат, есть такое. И пока не молчат, никто не высказывается, не будет стран церкви. У нас есть такое. Это, знаете, это, я не знаю, может, как еще с советских времен такое пошло, какая-то определенная осторожность и, ну, быть вот в таких церковных каких-то рамках. Но вот то, о чем говорим, да, есть какие-то элементарные вещи, на которые можно быстро и говорить, да, мы сочувствуемся, болезненно, мы молимся, да. А есть и вещи, где мы должны или одобрить, или осудить. А? Нет, ну, потому что люди окружающие, а? Еще вариант, ну, соблюсти нейтралитет, промолчать. Предоставить несколько... Ну, несколько, ну, я грубо говорю, да, мы должны как-то на это отреагировать, да. Вот есть у вас на приходе молодежка, да, вот вы лидер ее, и что-то там произошло. И они спрашивают, а как вообще на это реагировать? Вот сняли фильм, там, князь Владимир, там, Матильда, да, грубо говоря. Вот вас спрашивают, вот, вы же должны дать ответ? Нет, у меня пришло... Ну, я, у меня хочется послушать эти... Я вообще не из школы общественного действия, я из фонда Андрея Первонгланова, и я пишу на сайт про школу общественного действия. Мне кажется, неправильно, что вопросом мы должны осудить или одобрить. Мы должны... Ну, я говорю, что мы должны дать ответ, имею в виду. Мы должны дать ответ от себя, потому что каждый в церкви человек, он должен свое ответ сказать. Мне кажется, постановка вопроса какой-то странный. Вы ходите в храм куда-то, да? Да. Вот. Если вы считаете, что ответ должен быть в каких-то определенных рамках, или он не должен быть в рамках, ведь мы можем сказать, что мы можем сказать разными словами, но в любом случае это должно идти в одном направлении. Или вы против, так и не считаете? Что один храм говорит это плохо, а другой храм говорит это хорошо. Ну, как бы... Человек сам за себя... Нет, подождите. Если как... Я с вами не согласен. Если вы находитесь вот там вот в фонде, вы можете говорить сами за себя от своего имени. Если вы находитесь в храме, то вы должны говорить в рамках, опять же, с чем в писании, концепция русской православной церкви, да? И это должно быть все равно единомыслие. А если вы хотите разделить людей, да, то есть один скажет это хорошо, другой скажет это плохо, и наоборот, такого быть не должно. Нет, просто это важно. Важно, что человек должен говорить о том, что у него в душе, если ему нечего проповедовать, он не может проповедовать. Здесь мы говорим не только про священнослужителей, мы говорим про тех, ответственных на приходе. Вот я прихожу на работу, мне мои ребята говорят, Хавел Дмитриевич, вот произошло там то-то, то-то, как мы на это смотрим? Вот так смотрим, так или так? Мы в любом случае должны понимать, что есть у нас в церкви, есть единый организм, и то, что мы делаем, это в любом случае должно идти в одном ключе. Если вы сами от себя на улице, как там Даша Сашкате, вы как угодно можете говорить. Вы обсуждаете, может, сколько угодно, да? Но вы, если вы являетесь официальным источником церковного, вот в принципе каждый приход, он по-своему является официальным источником. Вот, прихожане, они приходят, они спрашивают у батюшки, батюшки, как нам на это реагировать? Нам поддержать или, да? А разве может вот как-то церковь высказаться? Церковь же, она, ну, есть какие-то люди определенные, да? Там есть святейшие, да? Вот, подождите, вот, если вы помните, когда был отец Александр Волков? Да. Я как раз задавал ему этот вопрос. Батюшки, как поступать? Получается ведь так. Смотрите, нам как-то надо отреагировать? Я помню, что он сказал. Но на самом деле проблема есть, она часто у нас, ну, наверное, как вы знаете сказать, глубоко в каждом священнике и там в ответственном, и в том, который имеет официальное, ну, не знаю, официальное отношение к тому или иному приходу или к церкви. Люди часто, ну, как вам сказать, не знаю, что ли, боятся высказать. Боятся высказать, потому что они боятся, сейчас, секундочку, они не боятся совпадать какой-то официальной церковной позиции. Ну так, или, честно сказать, кто-то боится, что его там за что-то накажут. Или эта боязнь пошла после того, как у нас там отец Андрей стал что-то не то говорить. Где-то там высказывания при ходах пошли, потом отец сел, там частично присоединился. Ну, такой какой-то момент он присутствует. Но каждый священник должен своей пастре говорить, как и что ему делать. Той определенной ситуации, которая складывается о сегодняшний мир, но он очень часто какие-то нам сюрпризы преподносит, на которые надо давать ответ. Пример привести. Ну, я вот скажу даже, самый такой, наверное, громкий, нагремевший, у нас те же пусирай, случились. Ведь некоторые люди даже среди наших священников говорят, да ничего страшного в этом нет. Ну, такое же было. Но мы-то понимаем, что это кощунство, что это в какой-то степени как там, ну, пляск на костях. Потому что, нет, это храм, это храм-памятник. Это храм-памятник, ну, построенный в честь победы нашей страны над французами. Это храм-памятник к тем людям, которые положили свои жизни за это. И все, ну, не поименно, да, а там полки, отряды, все это переписано в храме Христа Спасителя на стенах. Это, ну, не знаю, это самый-самый вот храм такой памятник именно в нашем воинов стране. Другого такого нет. Где переписана полностью вся война. Ну, вы знаете, за алтарем храм Христа Спасителя на стенах. Все это написано. И то, что люди пришли туда умышленно как кощунство совершить, в этом как бы никто не сомневается. Но некоторые наши люди говорят, что это нормально. Там, напоить их или тем и других. У них немножко была другая задача. То, что государство их там наказывает, это вопрос государства. Церковь не имеет права посадить или выпустить или что-то еще. Вот. Это уже задача государства. Но сказать о том, что это было умышленно кощунство и о том, что слова, которые там они транслировались в видеозаписи, они там не совсем те были. Там были реально кощунственные высказания в адрес там и Матери Божией и все такое. Просто запись была совершенно чуть-чуть другая. То, что нам показывали. Ну, вот это, ну, наверное, самое такое какое-то, не знаю, элементарное такое, ну, самое накричавшее. А такие вещи, ну, они, в принципе, часто встречаются в церкви. Ну, вот, тот же фильм «Князь Владимир», да, например, он вышел. Там, видите, официальные строчники говорят, что шикарный, классный фильм. А кто-то с этим не согласен, говорят, исторически он не подходит, да. Князь Владимир был не таким. Ну, и здесь, вот, конечно, можно порассуждать из каких-то разногласий. Ну, правда, ну, я скажу, что многие там молодые люди, которые посмотрели, но, честно сказать, да я сам, может быть, князь хотел немножко другим увидеть. Через чему он такой безвольный фильм? Ну, не знаю, может, как-то так, ну, или ожидаешь от фильма совершенно чего-то другого. Ну, каждому свое мнение опять, но это немного другое. Но таких моментов на самом деле много. Вот у нас... Нет, есть вещи, где можно порассуждать немножко, да, то есть так, что оно, как бы, не идет в разрез. Не то, что у нас здесь получается у православных... Сейчас такая проблема, что внутри православного сообщества получается несколько версий, и человек, который из них приходит с ними знакомиться, он сталкивается с тем, что нет и гваленности внутри церкви. Поэтому вот я... Ну, вот этот вопрос, вот поэтому я тогда отцу Александру и задал, потому что у нас всегда есть какая-то такая, знаете, пауза, выдержка. Вот случилось, например, вот там 26 числа вышли люди на Пушкинскую площадь, и все пишут, а что церковь молчит, что вы на этом скажете? И потом Владимир Романович высказал, он там такая немножко обтекаемая вещь. Ну, а такие там Кураев и Чаплина, они там раньше начали уже что-то говорить, да, там, те целые вот наоборот, говорит, да, что власть коррупции, давайте их там мочить, власть молодым. Вот. Ну, я сам присутствовал на этом. Господи, да. По словам, я бы стала, может быть, забавлю немножко. Получается, если что-то случается у нас в храме или в нашей организации, то мы, естественно, мы не можем там не промолчать, мы все реагируем. Если что-то случается с храмом там не нашим, где-то в другом городе или с кем-то другим, то получается, что у нас традиция, что мы отхранились и как бы, ну, почему мы должны там что-то рассказывать. Церковь, она едина, и все, что происходит в церкви, мне кажется, молодежь не должна ли в том случае оставаться в стороне по всем вопросам. И здесь не идет речь о том, что надо поддерживать чью-то точку зрения, если ты с ней не согласен. Надо не молчать просто на эти темы, потому что, как сказал вот этот Александр Волков, если не мы предложим свой контент, то его предложат другие люди. Но они совершенно точно не в лоне церкви, и они это все, ну, представят в своем свете, в котором они видят. Поэтому, мне кажется, что здесь даже не то, что мы должны, мы обязаны защищать церковь, мы обязаны рассказываться по всем вещам, которые происходят, мы должны быть неравнодушными, потому что это не только один наш храм, это все тело Христовое, мы должны, наверное, обязаны не оставаться в стороне. Это просто, ну, а кто, если не мы, будет писать в социальных сетях, ну, бабушки точно этого делать не будут, хотя у них энтузиазма больше, чем у нас, к сожалению. Простите. Не, ну, ты им говоришь правильно, например, вот у нас же опять тоже были какие-то определенные разногласия с тем же Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге. Ну, есть здесь присутствующие, кто считает, что он должен остаться музеем. Например, мы немножко как-то изнутри там какую-то тему больше знаем. Действительно, сложности в храме возникают с богослужением, с допуском людей. И мы понимаем, что храм Исаакиевский собор это, ну, просто чей-то хороший финансовый доход. К сожалению, так и есть. Но там очень большие объемы. А в плане совершения богослужения возникает определенная сложность. И по этой, не только по этой причине, конечно, все-таки храм должен быть храмом. И если говорят, что до революции он там был, совершенно относился к другую организацию, ну, до революции совершенно другая жизнь была, и христианство было, и религия государственная. Ребят, вот, честно сказать, хотелось бы вернуться к тому вопросу, который был у меня вторым в моем пункте, о том, что, в принципе, вам самим интересно, чтобы мы хотя бы на уровне города Москвы какие-то правильные идеи, которые мы вместе принимаем, чтобы мы их могли транслировать не только на наших ресурсах, не только на 5-6 или до 10 каких-то ресурсов, те, с которыми мы дружим, а чтобы мы вместе могли выступать единую фронту. Мы же можем это делать, но, естественно, какие-то вещи может кому-то неинтересны, но они бывают неинтересны лично нам, но они важны в понимании вообще церкви. То есть, чтобы мир услышал и увидел там, не знаю, какие-то особо положительные вещи. Иногда просто нам говорят, патриарх молчит, да, но он очень часто и на все высказывается, на все моменты, но мы их часто, о них и не знаем. Почему? Потому что для этого надо войти там или на сайт патриархии, или войти там на его странице в социальных сетях, чтобы это прочитать или услышать. Ну, я не думаю, что прям все присутствующие каждый день туда ходят и смотрят. А прошло 2-3 дня, уже этого точно не увидишь. А есть какие-то моменты, которые очень важны. Очень важны, и окружающие нас люди должны их увидеть. Это не говорится о том, что прям, когда на церковь нападают, и давайте защищать их. Нет, не только. Мы же должны помимо этого еще правильное мнение среди окружающих формировать. Ведь мы знаем, что вот часто, не знаю, садишься, вот когда на церковь были вот нападки эти, садишься в такси, и каждый второй об этом говорит. Потому что для СМИ, для светского СМИ, всегда интересно что-то остренькое. Какой-то батюшка где-то попал в аварию там, выпил там, что-нибудь натворил. Об этом будут говорить. А о том, что простой приходской священник живет там на приходе, занимается хозяйством, сводит концы с концами, об этом же никогда никто не будет говорить. Это неинтересно, это не острая тема, и таких много, и это неактуально. Ну, правильно? И я сейчас не могу, может быть, сказать каких-то деталей. Если у вас есть желание, мы вместе с вами можем создать какой-нибудь, я не знаю, совет, совет, беседу, или просто периодически встречаться, или по мере необходимости там быть в единой группе какой-то информационной, для того, чтобы мы могли сформировать свою повестку, правильную повестку, сформировать правильный ответ и его транслировать. Найти или иные ситуации, да и вообще, в принципе, транслировать, как живет, ну, православная молодежь, потому что, ну, здесь студентов немного в зале. Вот у нас есть студентка, с которой мы, ну, у нас студентов много, и особенно в православном добровольном содержании, то у нас есть Аня Голик, ее все знают. Вот, она учится в мифе, но многие из вас тут и где-то учатся. И отношение к православным, ну, молодым ребятам, девчонкам, в принципе, оно в большинстве случаев равнодушное, но если сама личность не является какой-то такой вдающейся, очень прям правильной, да, равнодушной, или так вот, ну, как-то в сторонке. Но это есть. А одно из основных наших направлений работы, но это, конечно, вот ребята именно того возраста, в который они как раз вот все впитывают. Это старшие классы, это студенты. Это тот период, когда вот человек формируется, когда он по максимуму впитывает все, что происходит вокруг, ну, и формирует себя там на дальнейшие, там, не знаю, десятилетия. И вот как нам с вами вместе стараться так, чтобы мы через даже информационную жизнь могли хоть как-то на это влиять? Вот вы считаете, это можно делать? Реально это или нереально? Как вы считаете? Реально. Я не знаю, как вас зовут тут, парень. Как вас зовут? Я, Бабу. Антон, вот как вы считаете, мы можем хоть как-то влиять? Понятно, что масштаб просто он не сопоставим. То, что мы можем давать, а то, что нет. Над вашим вопросом он не так просто, как раз на первую очередь. Я понимаю, но вообще, в принципе, это реально хоть что-то в этом направлении или нет? Конечно, реально. Но вот насчет единого фронта он мне представляется... Он не должен быть каждый день. Я не об этом говорил. Он не должен быть каждый день. Просто есть какие-то моменты, где мы должны все вот одновременно выстрелить, чтобы по тем или иным ситуациям создать, по крайней мере, хоть какое-то более такое правильное, положительное мнение. И, в принципе, здесь еще, Антон, понимаете, задача в том, что мы сами между собой должны как-то объединиться немножко. Мы все очень разобщены. Вот посмотрите, вокруг, говорят, какие-то организации, те же сектанты, протестанты в Москве, даже католики, их немного. Но у них КПД, если бы у них были наши возможности, да нам бы давно вообще места здесь не было. Но, опять же, мы возвращаемся к тому, что не они сильные, а мы, как бы, мягко сказать, пассивные. Вот. Но мы, каждый из нас с вами, кажется, да ну там, кто-то за меня сделает. А на самом деле, мы очень важные единицы вот в этой такой важной нашей цепочке. Если мы будем проявлять какую-то активность, ведь и от вас очень много будет интересных, может, предложений, которые будут положительно влиять на имидж православного молодого человека в тех же социальных сетях. Я скажу, что, ну, может быть, какая-то ерунда, не ерунда, но вот на Пасху наши ребята там в Храме Христа Спасителя были красиво одеты. У нас не получился флешмоб, да, ну, ладно, потому что был дождь, ну, значит, ну, это воль Божья, да? То есть, как бы тут осуждать сложно кого-то за это. Вот. Получился этот красивый кулич. Зато был кулич, да. Да, но вот, вроде бы мелочи, но я скажу, что даже вот мне каждый день, ребята, а? Да ладно. Есть еще. Да, полтора сотни были. Да, вот, я скажу, сколько мне ребят писали с регионов, те, которые имеют там, ну, какое-либо отношение к церкви, что они хотят создать такого, что им нравится, что у нас, ну, все это как-то так выглядит красиво, выглядит достойно. Ведь нам приятно, что когда образ православного молодого человека такой, которому хочется как-то подражать, на который хочется быть похожим, делать так же. Ведь вот, ну, как я, наверное, уже говорил об этом, может, кому-то это слово нравится, не нравится, грубо, да, но для человека, который вне нашей ограды, да, я имею в виду не просто физически, да, а внутренне, ему для начала, может, грубо, хочется показать, что хочется быть похожим, для него это как-то должно стать модно, что ли, не знаю, грубое слово, но оно актуально. А как мы можем до него донести? Но мы не можем выступать, стоять на площадях, вот я классный, смотрите, вот это я. Да, вот как это сделать? Я говорю, мы же не можем ходить по площадям, честно сказать, мы не готовы ходить, вот, в вузы, чтобы там прям прийти и такой классный, дать тему там, вот, прям супер, ребята, делайте как мы. Мы часто этого не готовы. Вот есть приход здесь присущ, который говорит, да не, не проблем, мы сейчас готовы прийти в вуз и предложить им проект, то, как мы живем. И он сто процентов согласится. Есть такие? Нет. И это наша проблема, ребята. А все здесь, ну, скажу, умные, креативные, целеустремленные люди, все, правильно, здесь, ну, идет в нет. Но это же, это же от нас зависит, можем мы это сделать или не можем? И мы понимаем, что ко всему этому тоже надо готовиться, что это тоже труд. Но, есть такая проблема, которая присутствует в наших приходах, что в большинстве случаев, в большинстве случаев люди, которые там занимаются молодежкой и которые на приходах отвечают за информационную жизнь, что они это делают в свободное время от своей семьи и работы. И в результате это время, оно получается, ну, его катастрофически мало. Это очень важно, конечно, в первую очередь, наверное, донести до наших настоятелей о том, что это важная и это важная миссия, за которую придется отвечать не только перед Мином, но и перед Богом. Не просто так Святейший Патриарх призвал, чтобы на каждом приходе был ответственен за молодежью, о том, чтобы этот человек был на ставке. Не просто так призвал, чтобы был миссионер, который был на ставке. Если ты в храме, если ты этим занимаешься, если ты это любишь, если ты над этим работаешь, то поверьте, каждый приходящий человек в ваш храм, вы найдете, что ему сказать, чтобы ему было интересно и правильно среди вас оставаться. Конечно, у вас должен быть свой огонек внутри, но это не просто работает, служение. Вот. Ему будет интересно. Когда вы вечером на ходу что-то можете опубликовать и выходной день, опять же, вы тоже хотите побыть на службе, тоже хотите помолиться, тоже хотите причаститься, а помимо этого вас еще нагружают алтарничать, помимо этого воскресной школе преподать, и еще вы отвечаете за молодежь. Ну, я не знаю, как вообще это можно делать. Потому что вы реально не можете ребят до службы встретить, потому что там бегает кадил, кто-то зажигает. Вы реально во время службы не можете им быть рядом. После службы тоже у кого-то мало есть времени, потому что там что-то еще надо сделать. Это в принципе невозможно. А говорить о том, чтобы мы еще готовились ко встрече с этим ребятами, говорить о том, чтобы у нас у каждого была база хотя бы этих ребят, о том, чтобы мы их поздравляли с праздниками, пришел он, не пришел, о том, чтобы мы их информировали там, не знаю, хотя бы в социальных сетях о том, что у нас приходит, я не говорю про смс, потому что может платить надо дополнительные средства. У нас это есть, у нас этого нет. Может один, два, три. У нас этого нет. Но, ребят, ситуация в том, что если мы встали на этот путь ответственным за работу там с молодежной приходи, информационную жизнь, мы должны понимать, что мы несем ответственность тоже перед Богом за это. И не просто так Господь нам дал разум, и те технологии, которые сегодня присутствуют, их тоже создал человек. Мы должны их использовать в положительном для себя случае. Но скажите, вот у всех здесь присутствующих есть база ребят своих, которые к нам ходят в нашей молодежке, которые мы реально пользуемся, которые у нас не просто на бумаге, да, там есть у меня в телефонной книжке, сейчас я найду его, хотя программа позволяет создать отдельную группу даже в телефоне. Я не думаю, что их там где-то больше 50 для того, чтобы сделать какую-то рассылку. Для того, чтобы поздравить человека с Днем Рождения, с Днем Ангела, с Праздником Пасхи, пригласить на приход, сказать, что у нас такая служба, у нас то-то, у нас то-то, там, приходи еще о чем-то, не знаю, попросить, привлечься, интересовать. Если он далек от этого, ну, не знаю, не начинать сразу исповеди, из причастия, там, тащить его на всю службу, это тоже сложный человек, который вне, но действительно сложно. У меня тоже есть такие друзья, которые, честно сказать, неверующие, но они приходят в храм, они раз, два, три стоят. Конечно, это накладывает большую ответственность, потому что тебе надо быть ему личным примером. Если ты будешь косячить, то ничего не получится. Ну, так и есть. Вот, друзья, у нас тема информационная, поэтому мы к ней возвращаемся. Дальше Максим вам расскажет что-то много интересного, как мы живем, молодежный отдел, как мы стараемся что-то информационное делать. Не говорим, что у нас все получается на пять, но мы стараемся, мы одновременно учимся вместе с вами, мы развиваемся, мы как-то, знаете, я чувствую в последнее время, что кости начинают немножко мясом обрастать, мышцами даже сказал бы так. Потому что у нас расширяется круг людей заинтересованных, которые хотят вместе с нами быть, которые по возможности нам помогают, и мы какой-то опыт уже обретаем. И еще что хочу сказать, что один молодежный отдел, хоть там будет десятки профессионалов, без вас он ничего не сделает. Приходы, и вот вы, вы не знаю, как являетесь фундаментом и мотором всего этого, а мы можем, вот, и какая-то наша задача, чтобы как пускач был, который по возможности запускал бы этот организм, общий наш большой организм. Но мы без вас не справимся. Никакую реальную ситуацию, не знаю, информационную, молодежную, мы ничего не изменим. И у вас для этого все есть. Поэтому давайте мы с вами подумаем, как правильно нам это сделать. Может быть, я, конечно, понимаю, что если мы потом пригласим людей, давайте поговорим о том, как улучшить нашу информационную оставляющую, ну, дай бог, придет третья часть присутствующих. Ну, так бывает на опыте. Вот. Но даже если она придет, это уже будет хорошо. В принципе, на сегодня, чувствуем мы это или не чувствуем, но именно от нас во многом зависит, какая будет информационная оставляющая в молодежной среде. Поэтому, поверьте, ребята, никто ее за нас не сделает. Сейчас одну минуточку. Я вернусь к тому, что я общался здесь с муфтиями. Вот. Равинам без разницы им не надо. У них и так, у них все воспитание идет в семье, но у них совершенно другая система и отношение к остальным, у иудеев. А вот мусульмане, протестанты, если вы войдете в YouTube, посмотрите, как у них шикально контент. У нас этого нет. Но это, в принципе, в наших руках. А? С этого и начнут. А у нас, в принципе, этого нет. Ну, это все, опять же, в наших руках. На сегодняшний день я скажу, что 80% роликов, которые мы делаем, они все делаются на iPhone. У каждого второго он есть. Да и есть и китайский телефон, у которых камера лучше. Монтировать даже, ну, все это позволяет программа в телефоне. Но взять, объединиться там двумя-тремя приходами или если есть, идет своя молодежка, что-то взять и сделать, ну, никак мы не хотим. Но это интересно. Этим надо немножко загореться. Конечно, хочется увидеть результат, который мотивирует на дальнейшую работу. Но он сразу не получается. Надо потрудиться. Не получается у самих где-то кого-то позвать. Но это, в принципе, очень красиво, она интересная жизнь. Когда что-то делаешь, ты чего-то достигаешь, и ты за счет этого хоть что-то вокруг меняешь. Ребят, давайте жить, дружить и чувствовать себя одним организмом. У вас все это есть. Мы без вас, вот правда ноль. Все, что мы делаем, это мало. А вместе мы реально, ну, реально, грубо сказать, как сила. У вас есть 400 приходов. И считай, на каждых больше 300. И на 400, считай, есть ответственные. Представьте, по одному человеку, который хоть чуть-чуть что-то сделает. Хоть чуть-чуть. Там, не знаю, раз в три дня. Ну, это работа реальная. А если вы еще будете предлагать какие-то, может быть, свои проекты, свои идеи, мы будем стараться вместе их реализовывать, привлекать людей кого-то извне. Даже вот на этих курсах вы поняли, что у нас достаточно много союзников, те, которые сюда пришли. Но это была всего лишь малая часть. В наших с вами руками все. Я прошу прощения, молодой человек, вы несколько раз поднимали руку, а я... А вторую половину? Вторую половину вопроса. Как мы будем делать? А, конечно, будем. Только мы должны с вами вместе решить, как это правильно будет. Самое легкое, ну, это без обсуждений, просто сделать беседу и туда нужную информацию бросать, сделать рассылку. Самое элементарное, да. Сейчас, Максим, я прямо договорю. Если более такое детальная проработка, это то, где мы должны как-то обсуждать, да, то есть тему. Даже тут текст, те фотографии, грубо говоря, да, мы позицию можем вместе корректировать. Одна голова хорошо, да, что мы тут сели вдвоем, троем поговорили, там, да, там, Максим, Инга, Миша, там, еще кого-то привлекли ребятам. Отца Андрея Ткачева, как духовника отдела, да. Но, если от вас есть предложения какие-то, это не означает, что мы выдадим информацию лучше, чем вы скажете. Это не факт, потому что вы живете на приходе, честно сказать, мы больше погружены в церковную жизнь, мы в ней живем, а вы, все-таки, часть из вас, да, больше вы, не только в храме, но вы больше времени проводите вне стен храма, и вы, может быть, даже лучше чувствуете ту атмосферу, которая там, чем мы. Поэтому не факт, что мы сделаем более правильную какую-то, там, статью, там, не знаю, видео, что-то еще, правильном, смысловом смысле, смысловой вставляющей. Поэтому, так, а здесь, как бы, в принципе, в наших руках, что мы можем делать? Или мы создаем беседу, или мы создаем какой-то, не знаю, наш совещательный такой орган, там, пусть в нем 10, 20, 30 человек, и мы знаем, что мы там раз в месяц, там, или раз в два месяца встречаемся, или там по мере необходимости, или просто элементарную беседу создаем, да, но понимаем, что там только вот прям вот темы насущные такие, ничего другого нет. Вот, вот здесь, там, там, вот в начале, сейчас. У меня просто в тему, продолжение к тому, что вы говорите, Михаил Ильич, мы в прошлый раз закончили тему, обсуждая тему, и подобную, с Богданом, сегодня был уже отцом Макави, что надо создавать закрытое сообщество ВКонтакте, для того, чтобы туда можно было кидать сообщения, а тут сразу же, как бы, моментально делать, репосты. Ну, закрыто, да, надо понимать, что там сугубо все свои, а то, честно, сейчас я прям два слова скажу, и потом передам людям вопрос, которые понимали, у нас так складывается, мы отправляем какие-то элементарные письма на приход, и совершенно простые, они ничем не выскакивают на странице отца Андрея Кураева. Ну, это вот ведь они сами туда не попадают, его в нашей рассылке нет. Да, это вот что-то дружеское, с приходом переотправляет. Зачем? Не знаю, как, но как-то отец Андрей, последние наши документы, которые он печатал, он печатает их без личных комментариев. Может, наоборот, пытается нам сделать какой-нибудь там черный пиар, не знаю, может и так. Но он, по крайней мере, никакого негатива, там, тот же вот этот кулич, там, он не знает, правда, что, не знал в тот момент, что мы этим занимались, вот, там, мы видели там, да, не знаю, там, в тоннах, там, в числах, там, ну да, ну в принципе, все можно так измерить, и можно нас здесь посчитать, и сказать, что тоже подсчет все делается. Нет. Так, вот молодой человек, пожалуйста. И здесь девушка, а, вот вы, кажется, не плати день, не ходи так, вот опять же, это тема для нашего обсуждения, как стараться у людей переломить это мнение, да, там, делать какие-то публикации там про сельских батюшек, да, или там написать от какого-нибудь там богатого человека, о том, что вот он ходил в храм, и потом взял и захотел подарить батюшке машину. Взял и подарил, а батюшка не поездила, его осудили, он взял и продал, чтобы не осуждать людей. Грубо сказать, да, но вот опять же, это вот из нашего общения, оно рождается. Мы обозначаем проблемы, и, и стараемся как-то их решить. Вот, ребята, опять же, в наших руках с вами это сделать, да, и таких батюшек много, ну, к сожалению, но я скажу, что вот на моем веку, как бы, сколько вот я там в церкви был, при архереях, там, вот у патриарх машин. Но они же ведь относятся к, это, гаражу в сложном. Но они ему, ну, ни к чему, ну, вот положенные ездят, они так ездят. На сегодняшний день безопасность, ну, должна быть на уровне, потому что он тот человек, если кто внимательно слушает, то он очень активно высказывается против каких-то этих сложных ситуаций на Ближнем Востоке, осуждающий против тех вещей, которые на Западе сегодня становятся, к сожалению, нормой. Вот, но это же кому-то очень здорово режет ухо. И поэтому, к сожалению, как бы на сегодняшний день никто ни от чего не защищен. Но вот взяло государство на себя такое ответственное, чтобы защищать там главу церкви в тех моментах, которые, что они могут, как бы делать. Они делают. Но опять же, он поехал на Морсоке. Вот приезжаем, я помню, мы там в какую-нибудь епархию, вот едет святейший, там одна машина, там одна его машина, но и одна машина в сопровождении. А сзади едет 20 машин местных чиновников. Но для них всех честь приехал патриарх. И все недорогие их машины. И вот, Луис Стоит с телефоном говорит, кортеж патриарха. Машины, на которые он едет, предоставлены местные там администрации, первая и вторая, ГАИ там тоже. И сзади все машины с местными номерами, но везде пишут кортеж патриарха. 20 машин. Ну что, он в каждой из них сидит, что ли? Там всю... По дьяконов. Да даже надо всю делегацию будет там и по дьяконов, там пресс-службу, протокол, всех-всех рассадить. И то машин просто не хватит людей. Кортеж патриарха есть. Не, ну если волонтеров посадить, то хватит, конечно. Потому что я помню, что мы были в Иваново, там у нас было 600 человек. Ну тогда бы вообще. И последний бы ехал на скутере. Замокай. А? Можешь лезть и мать, а сейчас переходи в добровольцы. Не, ну правда, да? Вот. И главное все с местными номерами, а еще лучше на Украине кортеж патриарха. С украинскими номерами кортеж патриарха есть. Ну и вот, ребят, таких моментов очень много. В принципе, но давайте вернемся к нашей теме. Это в наших силах. Для начала я предлагаю, Максим, вы, я так понимаю, уже думали на эту тему, можем создать эту закрытую группу, но опять, ребята, вот мы сами туда добавляем, и если вы кого-то предлагаете, я вас прошу, чтобы вы были уверены в этих людях. Потому что мы можем обсуждать какие-то тонкие темы. Какие-то тонкие темы, да? И, ну, не очень хотелось бы, что вот на период обсуждения, да, дискуссии, это нормально. Когда мы общаемся, дискутируем, ну, а в конечном счете приходим к чему-то, чтобы вот эти вот на этом этапе это не уходило куда-то на сторону. На сегодняшний день, пока я стою здесь, вы сидите там, мы еще ничего этого не сделали, мы не создали вот наш какой-то единый организм, мы пока, ну, не представляем никакой силы, мы никто еще, в принципе. То, что мы там у себя публикуем, то, что вы у себя публикуете, это пока никому не интересно, потому что, ну, это, ну, слишком слабо. Если мы реально хотим что-то сделать, и мы объединяемся, и у каждого из нас, и у нас, и у вас есть помимо своего небольшого опыта, своего желания, есть круг друзей, знакомых, у кого-то на телевидении, у кого-то на радио, у кого-то там просто люди, те, которые могут профессионально помочь раскрутить другую новость. Пройдет 2-3-4 месяца, и мы можем реально представлять какую-то силу, в хорошем смысле этого слова. По крайней мере, я, ну, за последнее время не помню такого, чтобы там что-то где-то происходит, и вот сказали, православная молодежь говорит-то вот так-то, так-то там. Православная молодежь выступает там против там этих терактов в Сирии, там, Египте, которая уничтожает православных христиан и там призывает там страны, те, которые там, ну, там, представляют какие-то военные интересы, чтобы они взяли, да, и несли за это какую-то ответственность или вступились за это. Там Европа была охранительницей христианства на всем Ближнем Востоке, да, что она сложила руки на своей территории уже у них там, можно сказать, исламское государство. Ну, исламское не в кавычках, да, это организация террористическая, а в прямом смысле слова государство такое из людей, представляющих исповедочих ислам. Вот где такое есть? Нету. Но опять это же в наших с вами руках. Да, где-то нас осудят, кто-то где-то поддержит, но мы должны потихоньку к этому идти. Нас много, нас много, но и мы должны, ну, скажем, в хорошем смысле слова для благого дела этим пользоваться. Ну, я вот как бы так думаю, и надеюсь, что вы разделяете мои мысли. Тем более всех светлые головы. Все, я уверен, имеют еще высшее образование. Все могут делать гораздо больше, чем делают, в разы больше. Короче, вы все умнички, красавцы, давайте вперед. Листос воскресе! Листос воскресе! Спасибо вам большое. Ребят, я передаю слово Максиму, к сожалению, убегаю, но давайте группу нашу закрытую тогда создаем, но еще раз просто прошу, давайте вот аккуратно туда кого-то включать. Есть предложения, какие-то идеи, не стесняйтесь и кидайте. Если стесняетесь бросить туда, бросьте там в личку мне или Максиму, или Инге. И поговорим немножко о том, чтобы уже вынести на общее обсуждение правильно сформулированную тему. Если у вас есть идея и уже есть идея в виде проекта, это вообще идеально. Это вообще идеально. То есть, если есть идея, она уже оформлена в виде проекта. Это просто супер. Все, спасибо большое. Извини, что затянул.